На плоскости даны n точек. Ну, например, 5 точек на одной прямой. Или 5 точек в вершинах выпуклонного угольника. Или вообще любые n разных точек. Будем называть две прямые эквивалентными, если они не проходят ни через одну из этих точек, и при этом можно одну в другую повернуть или параллельным переносом перевести, без того, чтобы во время движения хотят эту точку. Ни одну из них пересечь нельзя. Давайте посмотрим конкретно эти картинки. Здесь есть прямая, которая все эти 5 точек отправляет в одну полуплоскость. Очевидно, что ее можно поворачивать так, чтобы стало параллельно, потом еще поворачивать, поворачивать, станет с этой стороны параллельно. В общем, вот есть всевозможные прямые, они все эквивалентны, обладающие тем свойством, что 5 точек лежат по одну сторону. А есть еще вот такие классы прямых, пересекающие отрезок в какой-нибудь внутренней точке. Понятно, что их тоже одно в другое перевести. То есть, всего получаем одна такая и n-1 отрезок, как каждый отрезок дает класс, всего n классов эквивалентности. Здесь, ну опять здесь прямая такая, что все лежат по одну сторону, и все такие прямые эквивалентные. А еще можно взять любой отрезок, сторону этого уголовного угольника, и другую какую-нибудь сторону, и провести прямую, которая пересекает во внутренней точке, и во внутренней точке. Понятно, что все такие прямые эквивалентны друг в дружке, значит, классом будет 1 плюс число сочетания из n-1. n это количество сторон, среди них надо выбрать 2. То есть, 1 плюс n умножить на n-1. Так вот, оказывается, это число минимальное, а это максимальное. Давайте это докажем. Для этого, во-первых, одну из точек объявим начало координат. То есть, у нас есть произвольные точки на плоскостях, одну из них, например, n-ую, объявляем начало координат, и в таком случае у нас есть точки с координатами x1, y1, и так далее, и так далее, xn-1, yn-1. Значит, начало координат, это одна из наших точек, и еще n-1. Каким образом записывается уравнение любой прямой на плоскости? Интересно, как. Когда x плюс by равняется c, где хотя бы одно из чисел а и b отлично от нуля. В каком случае такая прямая проходит через начало координат, если c равно нулю? Не проходит, если c не равно нулю. Значит, можно поделить на c обе части, и уравнение приобретает, понятно, какой вид. альфа, x плюс бета, y равно идинице. Где опять-таки, хотя бы одно из чисел а и бета не равно нулю. Замечаем. Теперь переходим к плоскости с координатами альфа бета. Прямая, которая была изображена там, изображается точка. Запрещена точка с координатами 0,0. Вот она выколотна, или нет. И, очень важно, что значит прямая, заданная числами альфа бета, проходит через точку x, y, y. Это значит, что выполнено такое уравнение. Альфа, x, k, t плюс бета, y, k, т равно единица. Но у меня координаты уже альфа и бета. x, k, y, k – это некое конкретное число. Хотя бы одно из них не ноль. Значит, мы получаем, опять-таки, прямую уже на этой плоскости. Вот каждая из н минус один точек задает какую-то прямую. Как-то они там проходят. Н минус одна прямая. И возникает вопрос. На какое наибольшее и на какое наименьшее, соответственно, количество частей могут разделить плоскость н минус одна прямая. Известно, насколько. Если у вас есть одна прямая, то она делит плоскость на две части. И это в точности соответствует ситуации, что когда н равняется двум, то есть прямая н минус одна прямая, когда н равно двум, у нас и вот этот ответ два, и вот этот ответ тоже два умножить на один тоже два. Значит, в любом случае две компоненты. Если две прямые, то уже две картинки. Либо они параллельны, либо пересекаются. Если параллельны, то три части. Если пересекаются, то четыре части. Можно проверить, что ответ ровно такой. И давайте теперь думать. Переход от н к н плюс один. Представьте себе, что мы знаем, что те ответы верны. Для числа н есть какая-то картинка. Когда мы проводим лишнюю прямую, то количество частей не может увеличиться меньше, чем на единицу. Потому что, если эта прямая всем параллельна, то увеличивается ровно на единицу. А если прямая хоть что-то пересекает, неважно, превлачаемая конструкция какая была, но если пересекает, то хотя бы две части появляются. Замечательно. Значит, с минимальным все хорошо. Теперь с максимальным. У нас на плоскости были как-то расположены н-1 прямая, и проводится еще одна. Понятно, что она пересечет самое большее н-1 из прямых, потому что мы проводим н-1 прямую. Совершенно ясно, что количество частей при этом увеличится на н, если было н-1 пересечение, но и меньше, если пересечение было меньше. Потому что тут была кратичность, здесь луч, здесь отрезок, здесь еще луч. Вот этот луч разрезал бывшую часть на две. Этот отрезок разрезал бывшую часть на две. И этот разрезал бывшую часть на две. Соответственно, добавилось в данном случае три части. Вот, соответственно, если была н-1 точка пересечения, добавится максимум н частей. Осталось проверить, что когда 1 плюс n умножить на 1 пополам, мы добавляем еще n, то, разумеется, это то же самое, что 1 плюс n плюс 1 умножить на n пополам. Это как раз и есть число сочетаний из n плюс 1 по 2, и это та самая единица. Вот это знаменитая задача нарезания пиццы, и максимум и минимум мы посчитаем.